День Победы по праву относится к самым ярким и торжественным праздникам нашей страны. Ведь победа Великой Отечественной войне досталась огромной ценой и стала суровым испытанием для всего советского народа. Потому из года в год жители Бреста в канун Дня Великой Победы приходят на гарнизонное кладбище, чтобы отдать долг памяти защитникам Отечества. На кануне 78-й годовщины Великой Победы сотрудники администрации Ленинского района и Комитета государственной безопасности вместе с приглашенными ветеранами и военнослужащими Бреста Краснознаменной пограничной группы имени Держинского возложили цветы к центральному монументу на братской могиле гарнизонного кладбища. Девятое мае, наверное, все-таки это важный, один из самых главных праздников белорусов. И сегодня здесь, на территории гарнизонного кладбища, мы собрались, чтобы почтить память тех героев, которые ценой своей жизни, ценой своего здоровья принесли нам свободу и независимость. Особые слова благодарности хочу сказать нашим ветеранам. Спасибо за то, что победили. Спасибо за то, что выжили. За то, что восстановили нашу страну из пепла. За то, что активно участвуют в воспитании нашей молодежи. Мы, конечно, помним наших героев. Мы помним правду о той страшной войне. И сейчас мы тоже победили. В любом случае, наша цель – это крепкая, сильная республика Беларусь, которой комфортно и безопасно жить. Те, кто похоронены на гарнизонном кладбище, совершили свой подвиг тогда, в далеких сороковых. Но их героизм сохранился в памяти и по сей день отзывается в сердце каждого военнослужащего. Брестские пограничники с особым трепетом относятся к этой памяти, ведь именно они продолжают традиции своих предков, которые первыми приняли удар фашистов в 1941. В августе 1944 года наши предшественники приступили к восстановлению государственной границы, именно здесь, на Брестской земле. Многие из тех, кто тогда восстанавливал государственную границу, похоронены именно здесь, на гарнизонном кладбище города Бреста. И поэтому это особо знаковое место для каждого пограничника, который сегодня несет службу по охране границы Республики Беларусь. 9 мая, безусловно, это святая дата для каждого военнослужащего, для каждого человека, который сегодня носит погоны. В этот день мы чтим наших предшественников и даем дань памяти и уважения каждому из тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Недаром говорят, что День Победы – это радость со слезами на глазах, ведь война пришла в каждую белорусскую семью, и многие потеряли родных и близких. Но главное, что все было не напрасно. Я всегда говорю, что этот праздник от радости со слезами на глазах, это те, которые пережили для них двойной праздник этот 9 мая. Что бы ни было, как бы сказать, ничего подобного в наше время. Я всем говорю, берегите ради Бога, берегите и делайте все, чтобы сохранить мир. Потому что тот, кто не познал беды, не очень думает, что это самое все хорошо. Надо каждому какую-то лепту, смотря чем, трудом или учебой вносить. Память о павших героях в сердцах молодого поколения – и это самое главное. Ведь отдавая дань памяти погибшим, чевствуя ныне живущих ветеранов войны, будущее поколение понимает, что благодаря мужеству и отваге на передовой героическому труду в тылу наш народ победил. Важно помнить о людях, которые сражались за нашу родину, за свободу. Конечно, надо чтить ее. И в данный момент молодежь у нас постоянно ходит на мероприятия, постоянно уважают полностью людей, которые сражались за нашу землю, за нашу свободу. И мы сегодня также пришли чтить память погибших людей в боях за Брест. Митинг-реквием закончился торжественным маршем воинов Брестского гарнизона. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ».